Женщины-легенды Анна Павловна Павлова Отец солдатом срочной службы В восьмилетнем возрасте девочка неожиданно получила подарок Поездку в Мариинский театр Вот тогда-то сказка танца, музыки и сцены навсегда вошла в ее жизнь Она заболела балетом Уже в 10 лет она стала ученицей императорской балетной школы Свою карьеру в Петербурге Павлова начинала, как и все Сначала выпускные экзамены, потом кордебалет Из кордебалета впервые в танцовщице и, наконец, в балерины По окончании школы в 1899 году Павлова сразу была зачислена в труппу Мариинского театра Ее дебют на сцене Мариинского театра состоялся в 1899 году В балете «Дочь фараона» На музыку Цезаря Пуни в постановке «Сен-Жоржи Петипа» Не имея ни протекции, ни имени, она некоторое время оставалась на вторых ролях У худенькой, отличавшейся слабым здоровьем танцовщицы, обнаружился волевой характер Она привыкла превозмогать себя и даже больной не отказывалась от выступлений на сцене Павлову приняли в Мариинский театр, но сольную партию она получила спустя лишь три года Партия «Ники» в знаменитой Боядерке потрясла всех ценителей балета Павлова не просто танцевала, она стала душой индианки И в течение танца выстрадала всю ее жизнь В 1900 году в пробуждении флоры она получила партию флоры Потом ответственные роли стали следовать одна за другой И каждую из них Павлова наполняла особым смыслом Оставаясь всецело, в рамках классической школы Она умела быть поразительно оригинальна И исполняя старые обыкновенные танцы, превращала их в подлинные шедевры Вскоре Анна Павлова становится второй, а затем и первой солисткой В начале 1903 года Павлова впервые танцует на сцене Большого театра Начинается блистательный, но трудный путь Анны Павловой в балете Ее триумфальные выступления в городах Российской империи В 1907 году Анна Павлова впервые в Европе И сразу же небывалый успех В 1909 году судьба свела Анну Павлову с меценатом Сергеем Дягилевым Который решил открыть оперный сезон в Париже Павлова уехала за границу с Дягилевской труппой В Париже она и ее партнер Вацлав Нежинский сразу добились поразительного успеха Дягилев вел переговоры не только о гастролях в Европе, но и в Америке, и в Австралии В 1910 году Анна Павлова ушла из Миринского театра, создав собственную труппу Павлова включила в гастрольный репертуар балеты Чайковского и Глазунова Тщетную предосторожность, жезель, капелью, пахиту, интересные концертные номера Балерина знакомила всех любителей балета с русским искусством Анна странствует по миру Она танцует в Америке, Африке, Мексике, Индии, Японии Под дождями на открытых, продуваемых всеми ветрами сценах Давая по 8, 9, 10 выступлений в неделю Она влюблялась в культуру каждой страны, которую посещала И с удовольствием украшала репертуар народными мотивами В 1912 году Павлова и ее верный спутник Дандре Собирают свою постоянную труппу Арендует в окрестностях Лондона особняк с колоннами Айви Хаус, дом, увитый плещом Теплицы, цветы, английский парк и кругом лебеди Среди лебедей и любимец Анны Павловой Лебедь по имени Джек Преданный, как собака И не отходящий от балерины ни на шаг Лебедь Этот образ обессмертил балерину Сначала он не был умирающим Балетмейстер и друг Николай Фокин Придумал для Анны концертный номер На музыку Сэн Санса Буквально за несколько минут Импровизируя вместе с ней Сначала лебедь в невесомой пачке Отороченной пухом Просто плыл в безмятежности Но затем Анна Павлова добавила В знаменитые две минуты танца Трагедию безвременной гибели И номер превратился в шедевр А на белоснежной пачке засияла рана Рубиновая брошь Есть свидетельство, что Сэн Санс Увидев Павлову, танцующую его лебедя Добился встречи с ней, чтобы сказать Мадам, благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку Эта хореографическая композиция Стала ее коронным номером Исполняла она его, по мнению современников Совершенно сверхъестественно На сцену, огромную или маленькую Спускался луч прожектора И следовал за исполнительницей Спиной к публике на пуантах Появлялась фигурка, одетая в лебяжий пух И не спускалась с пуантов До конца номера Даже уходя навсегда В хмурое утро 23 января 1931 года В жару, в горячечном бреду Неожиданной и, казалось, пустячной инфлюенции Резко осложнившейся быстротечным воспалением легких Анна готовилась к очередному выходу на сцену По легенде, ее последние тихие слова в бреду Были обращены к костюмеру Собравшейся у постели труппу Приготовьте мой костюм лебедя Павлова была и осталась легендой балета Жизнь ее до сих пор вызывает Множество споров и пересудов Но более всего людей интересует Уникальность ее таланта Анна Павлова не имела званий Не оставила своей школы танцев Труппа ее была распущена сразу же после ее смерти А имущество распродано Что же осталось? Легенды, международные премии и призы ее имени Художественные и документальные фильмы И балетные номера, которые танцуют многие балерины мира Еще остались фотографии На которых мы можем увидеть ее танец И две уникальные видеозаписи Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА